Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Ильберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесным». Недавно мне прислали письмо от одной церкви. Я прочитаю вам его и поясню, почему я решил сегодня выйти в эфир. Добрый день, дорогоценные соработники! Вынужден сообщить весьма неприятную новость. Здание, все здание или только часть, принадлежащая церкви, благая весь город Самары, в соответствии с решением последних судов, подлежит сносу. Пастор Сафронов Сергей связывался с юристами и другими пасторами, обращался за помощью в разные департаменты и инстанции. Прошло немало судебных заседаний, но суд не преклонен. На данный момент проводится тендер, решается, кто будет сносить здание. Вот такая ситуация существует сегодня. Я связался с братьями в Самаре. Я связался с членом совета Пресвитерианской церкви, с пастором Сергеем Синяком, который в курсе всего. Он мне объяснил ситуацию. Братья из Самары, пастори, и наш епископ Анатолий Кравченко тоже рассказал мне ситуацию. Но в Самаре начали сносить церковь. Вы увидите фотографии. Я попросил, чтобы сделали фотографии и прислали. Вот такая ситуация сегодняшний день в Самаре с церковью. Церковь построили на видном месте, на центральной улице, в три этажа. Огромное красивое здание. Как всегда, проблемы с какими-то бумагами, с разрешением. Вот. И как пояснил пастор Сергей Синяков, что здание строилось для всей Пресвитерии того региона, нашей огромной страны. Сергей Сафронов, пастор этой церкви, благая весть, он является заместителем президента Союза Христианских Пресвитерианских Церквей России. Он пребывает, конечно, как я понял, в очень тяжелом моральном состоянии. Я не знаю просто, что сказать, кроме как попросить поддержать пастора в молитвах. Поддержать его искренне от сердца, поддержать общину, церковь. Это люди, которые жертвовали, помогали. Вот. Решение вступило в законную силу. И сегодня начали разбирать с верхнего этажа решение, как мне объяснили. Оно гласит, что должен снести полностью до фундамента. Все разобрать и вывести. Иначе объявили тендер. Я еще до конца не знаю. Вроде как на 2,5 миллиона. Представляете, да? Если сам не разберет, то должны будут снести компетентные там люди, которых наймет судебные приставы. И тогда пастору придется платить 2,5 миллиона за то, что своими руками не разобрал церковь. Ну вот, кажется, начали разбирать уже. Мы не знаем. Давайте будем честными. Это не первый регион. Я выйду еще раз скажу. Еще о других судебных решениях. Еще одна церковь сейчас идет у нас в Сибирском регионе. Они тоже под снос. Уже проиграли второе судебное решение. Я расскажу об этом позднее. Но сегодня вот я хочу обратиться по поводу церкви в Самаре. Поддержите в молитве. Я других слов просто не нахожу. Уже все. Вы видите, как работает судебная машина. Вы видите, как работают органы. Церковь, казалось бы, значимая для людей место. И социально значимая. И неужели у властей не нашлось никакого решения, чтобы помочь общине, помочь церкви. Чтобы не устраивать вот такое на весь мир, на весь белый свет. Храните себя. Благослови всех, Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь. Вот в такое непростое время приходится выходить. С Богом. Субтитры подогнал «Симон»